На сегодняшний день корреспондентские счета банковской системы составляют 27 миллиардов гривен. Также в Национальный банк размещены 13 миллиардов гривен на депозитные сертификаты. То есть если вы сложите две эти цифры, у вас получится, что на сегодняшний день порядка 40 миллиардов банковской системы находятся на счетах наших банков. При этом порядка 30 миллиардов это обязательные резервы, которые банки должны поддерживать постоянно на своих счетах. Следовательно, у нас эмиссия, вообще ликвидность банковской системы на сегодняшний день в размере 40 миллиардов, 10 из которых может быть использовано на свободное кредитование экономики. Это совершенно не большая сумма. Дальше могу вам сказать, что в этом году была сделана действительно монетизация большой суммы. Это была монетизация, направленная на выкуп государственных бумаг, которые были размещены государством для того, чтобы капитализировать НАК-Нафтогаз. Эта сумма составляет 96 миллиардов гривен, но надо понимать, что эта сумма никогда не выходила на валютный рынок в связи с тем, что эта сумма – это отложенные дисбалансы, которые случились в нашей стране за, наверное, историю существования НАК-Нафтогаза. Из этих 96 миллиардов, 3,1 миллиард валюты было продано для расчетов за долги с «Газпромом». И вы знаете, они находятся на специальном счету в Национальном банке, и часть из них была после брюссельских договоренностей оплачена несколько недель назад. И также были погашены евробанды НАК-Нафтогаза. То есть эта сумма никогда не выходила на валютный рынок. Поэтому эта эмиссия, о которой мы говорим, она никогда не попадала на валютный рынок.